приветствую всех у нас стартовал 50 сезон он скорее всего будет небольшой я дуал все еще пока у нас действует значит патча на верните дополнение 30 раздор в тропиках видимо ненадолго опять же вот 29 числа вроде как должно поменяться но все же пока вот у нас такая арена пока на ней вот такие вот карты такие дополнения ну соответственно давайте-ка мы сегодня обсудим самые-самые сильные пусть мы начнем наверно с а вот такой вот картинки мы можем посмотреть какие классы сейчас самые сильные это удивительно но у нас жрец на первом месте вместе с рыцарем смерти на втором месте маг и охотник мы об этом тоже чуть поговорим значит c у нас паладин d это у нас охотник на демонов разбойник шаман разбойник шаман сильно упали ну и самые плохие это все те же самые друид чернокнижник и воин и так ну давайте-ка мы начнем с категории а значит первое первое почему тот или иной класс он высоко находится делает даже не только в картах хотя это же в них а в том что опять же база каждому классу выдает разное количество сильных карт то есть всегда у вас появляется на драфте условные карты у них определенная ценность и вероятность что карта с большей ценностью выпадет у такого-то класса она короче разные 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 это вероятность ну соответственно жреца жрецу хорошие карты дают дк я даже не уверен что ему подкрутили что то что у него дается хорош как просто потому что все дополнения которые сейчас есть они не для рыцину типа у рыцаря смерти нет карт с этих дополнений у нее есть только только его личные плюс марш короля леча а это типа одну замок на при по моему тоже да есть вроде бы да ну короче самые самые сильные дополнения только вот рыцарь смерть поэтому он автоматически будет всегда типа хорош его можно конечно загнать но тогда у нее классовых карт типа не будет вот ну да ладно давайте же мы посмотрим сразу на карты мы все на той же пор заре не будем рассматривать на давайте на 4 смерти опять же как я уже говорил что практически все карты рыцарь смерти они их классовых карт не так много и они все сильные сравнение со всей остальной ерундой значит плюс опять же самый вот на русский визирь который самая типа сильная карта общая она у нас находится в нежить требует чтобы мы у нас умирала нежить соответственно опять же рыцарь смерти это любит так вот в ледяной удары раскопка заклинание льда это просто какой-то дэмэдж неплохой дэмэдж всегда неплохой дэмэдж да грубо говоря там воющий ветер опять же тир-1 беспощадной зимы тир-1 ну и прочее прочее есть конечно не тир-1 но тир-2 это как бы тоже знаете достаточно достаточно поэтому до ледяной дар выше всех хотя вроде бы я я с этим не согласился также высоко у нас и другие карты с раскопкой это мертвый гробовсик значит карты вот чумные карты на зеленые их на самом деле не так там много прям супер сильных это войско мертвых дар чумы как такие топовые здесь у нас же а здесь у нас есть еще сразу гробиться но я на самом деле не то чтобы супер это считаю и супер сильными сильные карты но неплохая карта но самое важное ребят самые важные нечтивый бешенство еще есть но это я вообще не читаю сильный потому что может быть лицо рыцаря смерти все остальное не рыцаря смерти и соответственно ты тебе бешенство не на кого будет особо они погоди бешенство бешенство ты всегда сможешь кинуть до бешенство нормальная я про темное превращение что ты не всегда есть может найти не сто процентов она тебя будет из-за того что у тебя способность будет не рыцарь смерти так вот здесь у нас ничего нету но опять прелесть мертвого гробовщика то что карт с заклинаний с вообще карт с руной нечестивости их не так много и при этом есть легендарные карты которые здесь нету в этом списке и ты ее на драфте не можешь взять но раскопать можешь а это плеть а плеть это сильная карта и она очень часто тебе выиграет поэтому мертвый гробовщик хорош в общем-то и гематург тоже хорош потому что опять сильные карты типа там чё там душекратно очень хорош или синий взрыв трупа типа норм но не не самые наверное сильные вот костяной командир тоже очень хорош да тоже за спамливает стол это сейчас решает сейчас все же карты они в среднем не не такие сильные сами по себе не так много характеристик дает как они давали раньше так вот вот это вот значит у нас самые самые такие карты классные ну самим по себе они ничто тот мне не уделяется но кроме единственное что болезнетворного ужаса потому что карта вред как бы 95 не так много на самом деле это одна и им нынешнего дополнения просто из-за того что вы сочетаете и рыцари смерти и другие класса другие классы могут быть например паладин который а обладает бафами бафы 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 на болезненный ужас и если там условно говоря 24 который копирует 24 это на самом деле жутко неприятно потому что бесконечные values одной карты но как бы еще можно вытерпеть а когда это условно какой-нибудь там 68 который копирует 68 с этим вообще нужно прям моментально лифты моментально от этого избавляется либо ты проиграл поэтому бафы вот в этой двойной арене не здесь конечно решаются болезнетворным мышцам вот ну наверное мы на этом закончим с рыцарем смерти он не такой не такой прям персонаж которого хочется разбирать да у нее там неплохие карты опять же но карта мне неплохие именно из-за того что очень мало дополнений для него значит 2 у нас персонаж жрец ну что жрец жрец этот это я считаю искусственным такой персонаж загнанный в топ потому что у него карты тоже не сказать что мега сильные они мне неплохие но вот какие-то какой-то телепат обвинитель который постоянно тебе падает там по несколько штук который тебе сейчас есть некоторые проблемы с добором карта с добором не то чтобы намного меньше чем было до этого но если до этого карты с добором давали вот например магической магическая локация которая раскапывает три заклинания эти заклинания могут еще кучу заклинания раскопать и по факту получается что у тебя брать как бы одна карта генерирует пять карт и вроде как бы это огромный добор а сейчас как бы такие доборы которые ну типа одну карту даст две карты 2 очень редко даже вот например обвинитель до которого тебя там часто дают у нее как бы и характеристики не такие же плохие учитывая что у них провокации ну и он две карты тебе дают это очень много вот поэтому учитывая что такие карты постоянно тебя даются и жрец высоко находится до пожиратель разума постоянно какой-нибудь телепат какая-нибудь постоянно вот 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 эти вот карты они и закидывают жреца и комбинацию жрецом довольно высоко ну обновление хорош карт кольца свет к хорошей картам собор очень сильный опять же карт который генерирует очень много карт и жрец это все же при скудности а при скудности добора же у жреца много добора поэтому на высоко вот все же остальное да нет неплохие карты но ничего прям знаете супер каких-то там комбинационного там что-то такого нет жреца особо нету здесь просто 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 много ему дают добора вот в этом его сила главное значит следующее мы смотрим нас b и c вернее b это охотник и маг давайте начнем с охотника значит у охотника на самом деле как мне видится у него очень хорошие карты но вероятность упадения этих карт достаточно низкая потому что если бы у охотника постоянно бы выпадали карты типа сейчас скажу сейчас скажу где вот она двоечка не очень понятно где ты находишься короче вот такие вот карты дикие духи которые призывают тут одно существо из пачки рвок олени который призывает вернее дикие дух и духи двух существ рвок олени одно существо есть еще как двоечка двоечка отчет я и найти никак не могу но по идее быть тир один должна быть но и и как бы нет в тир один а где она находится может она здесь тир один на самом деле находится сквернозуб нет пчелозомби счастливой победительницы тоже нет а где ты находишься подожди я не очень понимаю а почему а где ты находишься где-то находишься или может он забавен чем почему ее нет и день но он не может быть в тир три она физически не мое это супер сильная карта короче 22 которая призывает призывает вот опять же персонажа в спячке но я не могу найти его не знаю может что-то у них какая-то проблема есть от леги леги . из хорошей но как-то вот на стрим не говорят охотник он типа супер сильный очень сильные сейчас леги есть ловчий альтимор хороша орал он очень хорош но по факту нет не мы не можем говорить о сильной класть силе классы основу исключительно лего потому что лего 1 так вот ладно продолжая у охотника опять же очень много классных классных карт и а вот вот же самый верхний ловец духов да не знаю почему его не обращал внимание да это прям очень сильная карта сопутствующий ущерб очень сильная карта стрела который добор тебе дает тоже хорошо паучий клуб бог опять же проблемы сейчас с добором тоже хорошо ну горбон это вроде как бы просто нормальная карта вот много классных 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 карт у охотника но по ощущениям ему их не дают особо много и как бы так заниженная вероятность его падение маг очень удивлен что маг почему-то не тир-1 потому что маг это прям тир-1 у него огромное количество сломанных карт в первую очередь морозное касание учитывая дуал арены и что у тебя может быть какой-то условный рыцарь смерти которые бурдалаков порождают мега сильная карта сильнее чем мороженка которая вот был до этого рыцарь смерти который тоже считалось поломанный мною лично ну это прям вообще жуть значит не раскрытое дело относительно как бы нормальная карта по порталам и вроде как бы все привыкли я чё ну тут кондитерскими смерть это все нормально нормально еще поломанные карты конечно светилище ночных плащей 121 не вообще не зря 121 очень сильная карта 3 заморозки 3 скелетика 22 дитя смерти у просто мега сильная карта мега сильная карта против определенных представить таких мребрал паладин паладин спамит каких-то рекрутов большое количество да там под порчи пять штук и вы все убиваете и достаете из них 22 это прям палом палом ты за паладина не понимаешь как тебе что тебе нужно делать против этой карты просто сидишь и такой ну я ты умеет играть то как бы все он победил вот чё еще новый призыватель как бы просто сильная карта по умолчанию здесь нет каких-то очень жестких комбинаций да ну вы как можете обратить внимание в синей карты прям огромное количество у мага в редких тир-1 да просто неплохие много неплохих можем вспомнить счет что и заключительный фейерверк же должен быть у мага где он заключительный фейерверк включительный фейерверк вот он да это такая карта который если вы ее быстренько поймали вы набираете условно какие-нибудь кондитерские смерчи что каких-то еще элементарий но этот кач в первую очередь и просто да просто можете этим заключительным фейерверком всегда выиграть грубо говоря если там 34 выходит ну 4 до 4 и больше то вероятность того что противник отобьется на прям минимально вот в целом конечно супер мощные дорогие заклинания у мага не их уже больше нет потому какие магические защитники вот вроде 96 им препятствует а я чуть почти не согласен 96 это где-то вот 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 тот же самый уровень как и глубокая заморозка вот конечно волна огня есть но это тоже такое то тоже не согласен с этой цифрой то есть могу все же сейчас более на дешевых заклинаниях тем на супер каких-то дорогих вот 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 далее у нас какие у нас класс c это паладин паладин в первую очередь это здоровяк официант очень хороший персонаж очень темповый персонаж чуть-чуть насытил и стол и ну как бы хорошо занимает стол непонятно как его защищать ну никогда просто не бывает с ним вот бронзовый исследователь ну целом как бы именно паладинский в паладинские драконы достаточно паршивые вот но всегда есть они все есть и зеро то есть это карты которые прямо лет тебе дают грязи рожденные слуга просто паладинские карты дает то есть можно вот что-то такое найти можно скрипт справедливости найти тут тоже всегда учитывая да вы видите что много есть карт который прям тир-1 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 находится самого вверх а значит и раскапывать их и значит раскапывать классовые карты это хорошо вот больше здесь у нас нет сказать что прям какая-то есть невероятная имба кроме бронзовой стаи бронзовой стаи невероятно сильнее единица вот недавно у нас был заход на рыцари смерти у которого было три бронзовые стаи и в колоде у нас одна единственная карта за 6 но из того что тебя три бронзовые стаи плюс какие-то еще лиц или смерти раскопки я всегда себя чувствовал в поздней стадии игры да когда там 9 10 и дальше манны судья всегда все хорошо всегда все хорошо потому что раскапывает дорогие дорогих драконов и другие драконы тебе выигрывает партию большой зал этот счет я не согласен с этим призы в бой нормально ну и прочее прочее опять же много всевозможного за спаму паладина поэтому там неплохие комбинации с тем что мы рыцарем смерти но опять же опять вспоминать очень тяжело всегда играть против мага и боишься одну единственную карту а здесь же ну как бы просто нормальные карты ничего сверхсильного леги довольно паршивая я бы даже сказал вообще она кроноса не считаю чтобы в 101 не знаю какой-то негазисти тире он даже возможно поинтереснее хотя тире он ну не сказать что прям мега топовые карты далее ну наверное мы все же более коротко потому что класс это не не сильно впечатляющие класс значит классы категория d охотник на демонов охотник на демона кстати удивительно нет ладно мне не удивительно что он д просто из того что но ты уж очень хочешь охотником на демонов свою личную способность и без способности ты не можешь там рассчитывать на охотника на демонов а способность у тебя будет жреца и типа чё ты будешь делать там тем самым или дарь инквизитором до либо где он там страница пустоты или дарь и ведения берзове и боевая мерзотень да вот это как бы супер хорошие сильная карта когда у тебя есть способность своя личная но когда у тебя другая способность но мне очень хороший довольно паршиво я бы даже сказал вот ну целому охотника на демонов хорошие карты это одноразовые акробаты очень сильные одноразовые акробаты жесткий ангилятор конечно же позволяет финал до нанести как или дарь инквизитор если есть возможность как как-то проатаковать воевода кривого клыка это мега имбовая карта и вот ну здесь тоже у нас что то есть как бы тут такое тут все 90 то что меньше сотни но это как бы так нормально но не гипер мега имба там еще есть жрица до сотни до зрит тоже неплохая охотнику на демонов не везет именно из-за того что ему приходится играть дуал далее у нас есть разбойник у разбойник по факту к негодяй зла и это тоже такая карта которая сама по себе не супер имбовая там нужно еще как какие у тебя выпадут выпадут прихвостни и потому что есть прихвостни плохие тип которые там вешает провокацию и здоровье повышает и там просто какую-то двойку например призывает когда у тебя в этого игре он уже не очень сильный неплохой но не очень сильные накида нужны иногда раскопки то есть слишком она рандомная но веселый розер опять же когда ваш герой атакует а может у вас обилки не него не сможете атаковать вот он в принципе разбойник растерял вот эту всю имбовость дуала что у него раньше было все на этом построена час у нее по сути только вендето есть ну и чё то ай ну еще есть подожди призрачные саблищи я призрачные сабли нормально сейчас действует потому что сейчас не настолько агрессивные существа не настолько сильно они бьют поэтому призрачные сабли она вам будет позволять лучше играть вот этот контроль до тест та же самая но тоже тест тест вот как раз кипец мне кажется она стал чуть хуже потому что опять как стали чуть хуже и не так она хорошо повторяет но в целом тоже неплохая но к сожалению для разбойника это мало у него такие карты которые ну типа филдоранский странник 4 4 за 4 и чет там когда-то придет ну так как бы контракт ну да нормально учет есть там кровь в воде да еще а кровь в воде уже нету ну да точно нет крови в воде ну да мне как бы очень такие карты которые вроде бы неплохие но не прямо символы и у него большая проблема ним вообще не может ауе никакой делать внятные вот и это дает проблем для разбойника это ему не здорово без какой-то призрачной сабли я не знаю как разбойником особо играть я пыталась несколько раз мне казалось что мне неплохая темповая колода а как бы меня и останавливали и я не мог что-то там делать короче шаман у нас еще из категориям из категории d очень сильно опустился да у нас категория уже падает так вот теплый саману саману видимо тоже открутили и у нее не так много выходит карт сильных на драфте предлагает поэтому он так упал потому что по факту то у нее не то чтобы и плохие карты и святилища и всякие живой источник элементарь огня из глаз это все неплохо супер имбовое внимающие страху нету более висящего существа это четыре ребят провокации общей сложности скоптом 12 11 характеристик за 5 маны но это прям это прям мега поломанная карта мега поломанная карта вот но в целом в остальном как бы молот гноловой но как бы да ну не как бы не то чтобы супер сильно лужи жижи да нет то есть мне то есть как ты говорили что вот шаману на сильные потому что у него какие-то там эволюции вот у нее есть хорошее оружие да но по факту нет эволюция это не на то на что ты будешь рассчитывать взятие 12 какая-то условно морозные касания это то на что можно рассчитывать для взятия 12 какой-то условный там бронзовые стаи до или здоровяк официанты несколько таких подобных карт да это тоже то что на что можно рассчитывать для того чтобы брать 12 там большое количество добора можно рассчитывать 12 из колод противника а здесь ну как будет сейчас тебе повезло на следующий год следующую грудь я не повезло то проиграл если вот так вот будет 50 на 50 ты 12 не возьмешь вот поэтому ну так самому сама на опять же мне кажется стоимо открутку сделали хотя виде как мы видим да у них теперь два вообще нету ничего некита все карты теперь три здесь как бы есть но они опять же не выглядят прям мега какими-то имбовыми картами ну так просто ну так а луркер может критин сглумен да неплохая вообще легия смотрю более-менее чего но все равно шамана если не упадает очень много вот вот такие вот именно карт вот вот эти вот пять рабочий резец нас рабочий резец найти вот мне как бы 92 а когда я и они он сначала вспоминал мне казалось он винит там 80 должен быть или даже 77 андерс 2 считается то есть как бы он переоценен видимых разоренной и эту переоценку видимо не показывает этот рейтинг ну и картинг pf друид ну если у тебя типа самая крутая карта который воскресает двойки такая себе у тебя ситуации дружище такая ситуация ну да есть хоть ненасытный зомби и желудей что но это как бы просто единица чем ты дальше будешь играть одеревенение очень сильная карта вот это самое наверное топовые карта друида да и сейчас посмотрим парку и пантера нет хуже чем одеревенение грехи родки греха хорошие карты но хуже чем одеревенение вот это тоже как бы неплохая карта но как бы она дорогая слишком ладно даже на самом деле ну вот вот сравните да вы за 8 ман достаете 5 древней 55 и плеть рыцари смерти который опять же он просто раскапывает но очевидно у рыцари смерти намного больше из-за этого и шансов на победу болотные гидры нормально но так сады в духов вообще ну так честно сказать откуда 106 непонятно культиватор вы берете заклины природы вы получаете пустой кристалл маны да тоже ребят 99 по моим перебор для этой карты в общем стук они не не воспринимается ну то есть ну да и сиро крон один как лего ты тоже сиро крон и ты мне не мега полом пусть опять же ребят морозное касание это мега полом здесь просто ничего ни одной карты я не вижу как чет какой-то полом ну да может если за них займет толк сильно можешь раскачать вот и все это все на что способен друид чернокнижник если так смотреть но опять же гений зла первым самые сильные карты ну ну так карты которые 222 которые тебе надо уничтожить свое существо это самые сильные ну да ощущается что есть некоторые проблемы повелительница монет ничего так обвинение поджоги а на тоже печально ребят если это считается одной из лучших карт очевидно просто ремувал одного существа пламенный хламобес хорош силен но опять же тут вопрос как ногу тебя существ будет забав она да и просто 21 забав это тоже уже как будто бы не самые сильные зловредный бес хорош я думаю что это лучше чем пламенный хламобес на самом деле далее у нас ну привязка душе это все же передает характеристики поэтому действительно неплохой ремувал вроде как бы а уехала такая сомнительная просто ремувал и опять же уже как бы не усиленно он тридим я не воспринимаю на 90 мне кажется слабый а далее вот у нас идет всякие сквернения метист то есть ну прям ремувал ремувала ремувала но короче опять проблема проблема чернокнижник это что у него своих каких-то прям мега давящих карт и нету вот повелительницу манеж я могу выделить и зловредного беса все все остальное как бы ну чё-то дает ну во стене просто там как счет стол занимая да то есть больше помогает больше защищает хламобес ну тоже как бы очень сомнительные местами вот а именно а все остальное как бы ремувала 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 поэтому так себе и чё у нас остается у нас еще воин остается мечи лет хорош темповый классный сильный точно так же как и плененный гангар я вообще смотрю что воина то я еще лично воинам не играл но по вот этим картам я могу сказать что воин она может очень хорошо стол начать занимать у меня просто все первые карты это оружие 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 причем здесь огненная секира вы помните мы просто рассмотрели разбирали последнем ролике значит воина и смотрели на огненные секиру которая была 70 74 и мы говорили о том что так как карт добор очень много то ты не можешь получить плюс того что ты одной карты разменивали двух существ а теперь у нас мало добора и поэтому она опять снова высоко снова высокой да неплохая но как мы видим опять же много много всяких оружий орудий и все они кстати 32 а это 23 да то есть не очень сильные а чё по существа тоже оружие подозрительно но это как бы не существа не очень сильные разъяранный берсект ну так амига уничтожитель просто как бы риму вал бремя гордыни тоже не существует то есть давить ты существами то он опять же не особо то может то есть грубо говоря вот тир-1 класс кем он может давить до до хреническим он может давить труп невеста очень сильно давит командира костяной командир очень сильно давит какие-то там войска мертвых ну тоже все же давление хоть и вроде как римула но давление этим очень сильно давит то есть мы всегда видим большое количество существ которые прямо давит давит который побеждает наносит урон лицо а там у жреца может быть не так много но он постоянно все что-то ворует он просто просто имеет кучу ресурсов что тоже весьма полезно хотя и опять же у нее всякие забав и ведь он небольшой существо может раскачивать у него и дракон скелет есть тоже неплохой на там у мага у мага просто скелетик который маг просто всегда в лицо накидывает а воин вроде как бы он может накидать лицо но всегда бьет один раз типа оружием и ты либо оружием ударил либо там по существу ударила могу это не требует смог все куда хочешь можете кидать в этом проблема оружие что ты как бы даже больше его много иметь а ты не можешь много воспользоваться поэтому оружие всегда будет проигрывать если прямо делать упор оружие на заклинание оружие будет проигрывать ну да ну и здесь особо у нас прям кик поломанных карт тоже я не не наблюдаю рима ритка есть неплохая и особенно в забавить можно но опять же рима и это оружие вот ну на этом у нас все посмотрели мы все имбовые карты посмотрели оценили классы спасибо за просмотр до новых встреч и и и и